Канал Гетекласс, с вами Андрей Щетников, и я хочу поделиться одной произошедшей со мной на днях историей. Я стоял вечером на станции у себя и смотрел на тонкий серпик Луны на западном небе. А потом сел в электричку, поехал в город и пока ехал, размышлял и думал. Вот я ведь помню, я читал где-то о том, что Луна раньше была гораздо ближе к Земле, а она постепенно удаляется и удаляется от Земли. И в нынешнюю эпоху это удаление составляет 4 сантиметра в год. А раз Луна удаляется, то ведь это означает, что ее потенциальная энергия растет, правда. Ведь чтобы удалить тело от Земли, надо совершить работу. Ну, тут я задумался, потому что, опять же, я читал, что это удаление происходит за счет того, что Луна вызывает приливы на Земле. И вот за счет этого приливного взаимодействия энергия, она должна диссипировать, переходить в тепло, потому что там, как это, приливные волны, вязкое трение, все такое. А как же получается, что при этом взаимодействии Луна приобретает потенциальную энергию, а не теряет ее? Ну и тогда я достал блокнот и стал в нем писать. Ну и мы с вами начнем с того, что запишем формулу для закона всемирного тяготения. В числителе стоят масса Земли и масса Луны, я буду обозначать Э большое и М маленькое, а в знаменателе квадрат расстояния между центрами планет. Ну и сразу же можно, зная зависимость силы от радиуса, перейти к зависимости потенциальной энергии от радиуса. Ну сила это производная потенциальной энергии по радиусу, поэтому здесь у меня будет стоять R, если продифференцировать, то будет R в квадрате. Ну и конечно вообще говоря, еще в потенциальной энергии может быть какая-то константа приписана. Ну мы сделаем так, чтобы потенциальная энергия была отнормирована на бесконечности, считалась равной нулю, а при меньших расстояниях считалась отрицательной. К вот этой идее надо привыкнуть. Ну и получается, что в любом случае, значит, Луна находится в потенциальной яме по отношению к Земле, и чем больше расстояние от Луны до Земли, тем больше будет энергия. Ну как оно понятно и из самых простых соображений, которые я высказывал уже до этого. Вот. Потенциальная энергия при удалении Луны растет. Ну, может быть, все-таки кинетическая энергия зато убывает, и полная энергия Луны становится меньше. Давайте с этим разберемся. Что мне нужно сделать, чтобы найти кинетическую энергию Луны на орбите, которую я считаю круговой, хотя, вообще говоря, орбита несколько отличается от круговой, но в первом приближении можно считать ее кругом. Надо написать центростремительное ускаление в Э квадрат на Р, и приравнять его в силе взаимодействия, то есть силе, деленной на массу Луны. Ну, у меня, соответственно, вот здесь будет гамма массы Земли делить на Р квадрат. И отсюда можно быстро найти кинетическую энергию. Нам нужно В квадрат пополам, значит, Р одно удаляется из знаменателей, на двоечку делим, и еще массу Луны приписываем, чтобы получить МВ в квадрате пополам. И видим вот такую структуру, гамма М Земли М Луны делить на удвоенное расстояние между планетами. Это точности такая же по структуре формула для кинетической энергии, как была и для потенциальной, только знак другой, здесь был минус, здесь плюс, ну и в знаменателе стоит двоечка. Люди-ученые знают, что это соотношение для закона обратных квадратов. Это частный случай теоремы Вериала. Вот. Ну и получается тем самым, что хотя кинетическая энергия при удалении Луны от Земли уменьшается, но она уменьшается слабее, чем при этом же растет потенциальная энергия из-за вот этой двойки. Когда мы сложим кинетическую потенциальную, мы получим минус гамма М на М делить на 2r, ну то есть такой же график, только в два раза ближе к оси горизонтальной. Ну и мы остаемся пока что как бы вот в этой же ситуации парадоксальной. Как так? Получается, что полная энергия Луны со временем все-таки растет. Хотя кинетическое бывает, но потенциальное нарастает сильнее. Ну и в общем это следующий пункт для недоумения. Неужели закон сохранения энергии не выполняется? Казал бы кто-нибудь, но наверное физик должен не так говорить, а должен спрашивать, а как все это согласуется с законом сохранения энергии? Итак, я остаюсь с этим вопросом. Откуда берется энергия, которая сообщается Луне? Выхожу из электрички, приезжаю домой и продолжаю размышлять дальше. И вот продолжение этого размышления. А давайте-ка мы разберемся с тем, что происходит с моментом импульса Луны. Потому как с одной стороны мы знаем, что скорость Луны будет уменьшаться, а с другой стороны мы знаем, что радиус будет расти. К чему же это в итоге приведет? Ну чтобы понять, к чему это приведет в итоге, надо скорость выразить через радиус. У нас уже была вот эта формула. Из нее мы выражаем скорость. И видим, что здесь радиус стоит под корнем в знаменателе. Но это означает, что когда мы его сюда подставим, у нас выражение для момента импульса будет содержать корень из расстояния в числителе. И получается, что при удалении Луны от Земли, вот этом постепенном, момент импульса Луны таки возрастает. Но я-то точно знаю, что в системе Земля-Луна момент импульса должен сохраняться. Это означает, что момент импульса Земли при этом будет обязательно убывать. А поскольку Земля своих размеров не меняет, это означает, что она вращается все медленнее и медленнее, ну и тем самым убывает и кинетическая энергия вращения Земли. Ну и в этом месте вроде бы появляется схема, которая таки объясняет весь парадокс. Значит, у нас имеется энергия кинетическая, достаточно большая, запасенная во вращающейся Земле. Земля притормаживается приливными силами. И при этом часть этой энергии, она уходит в тепло в приливных волнах, а часть этой энергии сообщается Луне. И за счет этого Луна постепенно удаляется от Земли. Ну и тут можно дальше проводить расчеты, смотреть, какие это величины. Но в принципе, как бы вот объяснение готово. И на мой взгляд, оно уже здесь непротиворечиво. Ну а каков именно механизм вот этой перекачки энергии? Какие силы разгоняют Луну? И какие силы тормозят Землю? Ну будет хорошо, если вы об этом подумаете. И свои соображения запишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!